Приветствую вас, братья и сестры! Ночь. Шторм. Море. Небольшая рыбацкая лодка, вот-вот готовая разбиться от ударов сильных волн, дрожащий от страха ученики и один-единственный вопрос, пытающийся пробиться сквозь шум разбушевавшейся стихии. «Неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» Это вопрос, который каждый верующий в существование Бога, особенно христианин, хоть раз в жизни задавал себе и Богу. А не все равно ли тебе? В разные периоды жизни это разные люди. Это школьник, терпящий насмешки от одноклассников, или подросток, проходящий трудности переходного возраста. Это молодые люди, которые не могут найти работу после колледжа, или молодая девушка, желающая выйти замуж. Это родители, переживающие за спасение своих детей, или бизнесмен, испытывающий трудности, потому что хочет честно заниматься бизнесом. Это пастор, скорбящий из-за поверхностной веры своих людей, или пенсионер, в болезнях, испытывающий реальность старости. Люди разные, судьбы разные. Вопрос у всех один. «Боже, неужели тебе нужды нет?» Мы все задаемся этим вопросом время от времени. И особенно, возможно, для кого-то время вот сейчас, во время ситуации в нашей стране, с этими выборами, кто-то молвит или вызывает к престолу Божьей благодати, спрашивает «Боже, ну неужели тебе все равно, что происходит?» Как нам быть, когда то, что я хочу, или то, что я ожидаю, что должно быть вот так, не происходит? Почему ты не отвечаешь так, как я желаю? Почему ты не слышишь мои молитвы? Почему ты молчишь? Почему ты бездействуешь? «Не все равно ли тебе?» Название моей проповеди сегодня – «Бог, которому не все равно». Братья, не забудьте про презентацию, пожалуйста. И для того, чтобы нам ответить на этот вопрос для себя, а не все равно ли Богу, мы должны посмотреть на две характеристики Бога, помогающие нам с этим вопросом. Первая характеристика Бога, первое его качество – это Бог нежно любящий. Это Бог нежно любящий. Псалме 85, 15 мы читаем. «Но ты, Господи Божий, щедрый и добрый, долготерпеливый, многомилостивый и истинный». Характер нашего Бога, которого мы исповедуем, в которого верим, показан удивительной красоты. Он щедрый, он добрый, управляет большое, огромное терпение, он дает нам много милости, он истинный, он настоящий. Это наш Бог, которому мы поклоняемся, который любит нас, и который поступает в соответствии со своим характером, тем, кто Он есть. И совершенный характер нашего Бога проявляется в Его делах, в Его отношении к Своему творению. В Матфея, 5 глава, 45 стих, мы читаем. «Ибо Он, Бог, повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми, посылает дождь на праведных и на неправедных. Ему не все равно, но Он в своей удивительной любви, Он заботится о всех. Он дает благо и тем, кто принадлежит Ему, и тем, кто не принадлежит Ему. Мы все этого не заслуживаем, но Бог повелевает Солнцу восходить над злыми и добрыми. Его любовь в этом проявляется. Он заботится о Своем творении. Посмотрите на историю, посмотрите на мир, который вокруг нас. Без Божьего участия все бы уже сгинуло, все бы пропало. Я думаю, если бы нам дать шанс управлять погодой, посылать дождь на тех и солнце тем, кому мы считаем, кто должен, кто не должен, то я думаю, что не только бы Калифорния горела. Мы бы в своей святой ревности спалили полмира. Но Бог своей удивительной любви посылает дождь и солнце на праведных и на неправедных. Это Его любовь, нежная любовь. Конечно же, высочайшее доказательство Божьей любви к нам – это жертва Иисуса Христа. Римлянам 5 глава 8 стих мы читаем. Но Бог свою любовь доказывает к нам тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Какое еще доказательство нужно Божьей любви, чем то, что Бог отдал Себя вместо нас, вместо врагов, вместо отвергающих Его, вместо тех, которые каждый день нарушающих Его закон, которые оскорбляют Его святость, которые идут против Него, которые отвергают Его, которые отвергали Его, Бог отдал Себя. Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Вот Его нежная любовь. Бог нежно любящий. И каждый, кто размышляет над этими стихами, над этими словами, которые Дух Святой вложил в Писание, он не может просто остаться равнодушным и говорить о том, что Бог меня не любит. Или поставить под сомнение Божью любовь, невозможно отрицать то, что Бог нежно любящий. То, что Бог любит нас. Если нам этого даже недостаточно, то Библия еще добивает нас. Она говорит о том, что сила, показывает нам силу Божьей любви к нам. В Римлянам 8 глава 38-39 стих. Я думаю, вы знаете эти слова. Павел пишет, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высоты, ни глубина, ни другая какая-то тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим. Чего же нам еще нужно, когда Господь показывает, посмотри величие моей любви. Вспомнись, кто ты. Кем ты был. Я принял тебя. Я умер за тебя. И это сила моей любви. Дорогие друзья, ничто из происходящего в нашем мире, в нашей жизни, не отлучит нас от Божьей любви. Бог не перестает нас любить. Не будет такого момента в нашей жизни, когда Бог будет нас любить меньше или больше. Он уже любит нас совершенной любовью. Это не то, что каждый день Бог по капельке дает нам чуть-чуть любовь, сегодня капельку, завтра капельку. Нет, Он сразу злил всю любовь. Он любит нас. В своей любви Он заботится, Он дает жизнь нам. Он позволяет нам ходить по этой земле, пользоваться благами, которые Он посылает, дышать. Все, что мы имеем, это проявление Божьей любви. Уберите Божью любовь, и мы все пойдем в ад. По Божьей любви Христос пришел в мир и умер за наши грехи. Потому что Бог возлюбил. В нас не было ничего, за что нас любить. Бог возлюбил. Это было Его решение. Возлюбить нас. Апостол Иоанн говорит, что будем любить Бога, потому что Он вначале возлюбил нас. Он первый возлюбил нас. Бог нежнолюбящий. Божья любовь восхищает. Но мы будем ее неверно понимать, если не будем помнить об одном чрезвычайно важном описании Божьего характера, Его личности. А конкретно о том, что наш Бог это Бог суверенно правящий. Наш Бог это Бог суверенно правящий. К сожалению, часто мы забываем об этом. В своем желании контролировать все происходящее в нашей жизни, пытаться все держать в своих руках, мы забываем, что не мы Бог, и мы не контролируем происходящее. Мы забываем, что Он суверенно правящий Бог. Чтобы нам это лучше понять, в чем это проявляется, или почему Бог суверенно правящий, мы посмотрим несколько отрывков из Библии, которые показывают нам, почему Бог суверенно правящий. напоминают нам об этом. Первое, потому что Божья сила, она абсолютна. Иеремий 32, 17. «О Господи Божие! Ты сотворил небо и землю великою силою Твоею и простертую мышцей. Для Тебя нет ничего невозможного». Божья сила абсолютно. Для Бога нет ничего невозможного. Никакая ситуация не вызывает у Него удивления и растерянность. Он не в шоке от происходящего. Для Него нет ничего невозможного. Он все сотворил, Он держит все в своих руках. Его сила абсолютно. Никто не сравнится с Ним. Ни ад, ни дьявол, ни его бесы. Никто не мог быть противостоятелем. Тем более жалкие люди. И поэтому даже та ситуация, которая происходит, что-то в ней изменить для Него не составит труда. Для Него нет ничего невозможного. Наши проблемы, наша боль, наши переживания помочь в их решении, для Него нет ничего невозможного. Далее Библия говорит о том, что Божье Слово, оно авторитетно. Луки 1 глава 37 стих мы читаем. «Ибо у Бога не останется бессильным никакое Слово». «У Бога не останется бессильным никакое Слово». Что Бог сказал, то Он сделает. Бог сказал Аврааму и Иусарю, у вас будет Сын. Они уже потеряли веру. Они уже начали своими как-то методами пытаться помочь Богу, наломали дров. Но Божье Слово исполнилось. Божье Слово не остается бессильным. Все, что Бог говорит, оно исполняется. Если то, что мы читаем в Библии, Бог нас ободряет, Бог нас учит чему-то, мы можем этому верить и доверять Его словам. Почему? Потому что Его Слово не остается бессильным. Что Бог сказал, то Он сделает. Его Слово авторитетно. Слово политиков не авторитетно. Мы этом уже убедились. Сегодня одно, завтра другое. Но Божье Слово, оно авторитетно. Вы ищите авторитета, посмотрите в Библию. Вы увидите там единственный настоящий авторитет. Бог суверенно правящий, потому что Его воля, она определяющая все. Притча 19 глава, 21 стих. Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом. Хотим мы этого или не хотим, согласны мы с этим или не согласны, у Бога есть план, который Он внедряет, который Он ведет, Его замысел. Мы можем строить, продумывать до мельчайших деталей какие-то вещи в своей цели, но если это не угодно Богу или у Бога другой замысел, состоится то, что угодно Богу. Поэтому Библия так часто призывает, смиритесь под крепкую руку Божью. Почему? Потому что это единственный логический вывод. Это единственное разумное решение, потому что последнее слово будет за Богом. Да, мы можем строить, мы можем планировать, мы можем что-то делать, но мы должны понимать, что все в руке Божьей состоится только определенное Бога. Мы не знаем до конца или, возможно, не понимаем, что же Бог задумал. Какие-то вещи для нас очевидны, какие-то нет, какие-то мы до конца жизни не поймем. Но то, что Бог задумал, Он совершит. Потому что Божья воля, она определяет все. Выше Божьей воли нет ничего. И это надежда для нас. Это наша надежда, это истина, которая дает покой нашему сердцу. Почему? Потому что мы знаем, что вместо Бога никто ничего не сделает. Никто не разрушит его планы. Никто не поставит Бога в тупик. Наоборот, все, как бы люди ни старались, в конечном счете придет к тому, что задумал Бог. Помните, римлянам 8, 28. Ибо любящим Бога, признанным по Его изволению, что? Все содействует ко благу. Мы как-то вертимся, крутимся, пытаемся. Но в конечном счете Бог использует все к своей цели. И как Бог пообещал, к благу своих детей. Если вы не дитё Божье, у вас большие проблемы, потому что это к вам не относится. У вас нет этой надежды, у вас нет этого силы, у вас нет этого Бога. Для вас Бог – это судья. Для вас Бог – это Бог гнева и наказания, с которым вы должны примириться через Иисуса Христа, или вы пойдете в ад. Но если Христос умер за вас, если вы уверены, что ваши грехи прощены, омыты кровью Христова, если Дух Святой живет в вас, то эти истины – это ваша надежда, это ваша сила. Потому что вы можете смотреть и видеть, что Бог контролирует все. И Бог, Он суверенно правящий, потому что Его власть безгранична. Псалом 21, 29. Ибо Господне есть Царство, и Он – Владыка над народами. Наш Бог – Владыка над народами. Не американский доллар – Владыка над народами. Не экономика, не партия. Не какие-то тайные заговоры, не организации. Посмотрите, что говорит Библия. Внимательно посмотрите, что говорит Библия. Кто – Владыка над народами? Наш Бог. Он – Владыка над народами. Пусть весь мир сойдет с ума, Бог всем управляет. Последнее слово будет за Богом, потому что Его Царство, Он – Владыка над народами, Его власть безгранична. Никто не может отобрать у Него власть. Никто не может пересчитать голоса и сказать, твоей власти недостаточно. Разве это не ободряющие истины? Разве они не должны нас побуждать к тому, чтобы восхищаться Богом и больше доверять Ему? Личность и характер нашего Бога, как Бога суверенно правящего. Если попытаться описать одной фразой, то это будут слова 11 стиха из Псалма 113. Потрясающие слова. Бог наш на небесах. Творит все, что хочет. Друзья, вот это суверенное правление Бога. Наш Бог на небесах. Посмотрите, короткий стих, короткая фраза. Творит все, на что мы согласимся. Нет. Творит все, что хочет. И под словом «все» он конкретно подразумевает все. И то, что нам понравится, и то, что не понравится. Моя жизнь, ваша жизнь в его руках. Он имеет абсолютную власть и право делать все, что он хочет, как он считает нужным, когда он считает нужным, с кем он считает нужным это делать, и как. Его власть и сила во веки веков. Он Бог, и он творит все, что хочет. Бог суверенно правящий. И в то же время он Бог нежно любящий. Поэтому, когда мы размышляем о Божьей любви и его суверенности, мы знаем, что Бог никогда не будет поступать во вред своих детей. Потому что его любовь велика. И свою суверенную власть он использует для достижения своей цели и во благо своих детей. Он верен своему народу. Он Бог, которому не все равно. Но, размышляя о Божьем праве делать все, что ему угодно, и о его любви к нам, можем ли мы сказать, что Богу все равно на происходящее с нами? Можем мы так сказать? Нет, не можем. Ему не все равно. И во свете этих истин мы по-другому воспринимаем призыв к верующим в 1 Петра 5,7, где написано, «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Он заботится о вас. Я могу обращаться к Богу с полным доверием, постоянно приходить к престолу благодати, помню, насколько сильно Бог возлюбил меня, хотя я этого не достойно и не заслуживаю, и насколько все под Его контролем. И поэтому, когда Бог говорит, «Я забочусь о тебе», Он действительно заботится. Он действительно заботится. У верующего человека есть 100% оснований доверять своему Богу. Он Бог, которому не все равно. Мы можем проходить в нашей жизни через совершенно разные события и обстоятельства на земле. Совершенно разные. И часто мы не знаем, не понимаем и не хотим принимать то, что Господь совершает с нами и в нас. Иногда то, что Он делает, приносит нам боль, разочарование, слезы, страдания. Что-то идет не так, как мы ожидали, планировали, строили. Не те временные рамки. Есть много того, что мы хотели бы избежать или не испытывать в этой жизни, но чему Господь в Своей суверенной власти и любви допустил быть. Он имеет право поступать с нами так, как Ему угодно. Он может дать жизнь, может забрать жизнь. Дать успех, забрать успех. Он имеет на все полное право. Но в то же время Он не перестает нас любить, и поэтому мы можем быть уверены, что Бог любит нас и заботится о нас. Даже если будет ад на земле, и люди начнут войну, Бог не оставит свой народ. Бог не оставит своих детей, что бы ни происходило. Мы можем не понимать, можем смотреть и думать, Боже, как, почему мы взываем к Тебе, мы молимся, мы просим, а Ты как будто бездействуешь. Он не бездействует. Он не молчит. Он действует. У Него свои рамки времени. У Него свои сроки. У Него свои цели. И то, что мы сейчас не понимаем, может мы потом поймем. А может мы, как Иов, никогда в жизни не поймем, почему что-то произошло с нами. Почему Бог сделал то или это. Но мы точно можем знать, что Бог сделал это из любви к нам. Что Он благое Бог. Что Он заботится о нас. Что Он не оставит, и Ему не все равно. И когда кажется, что все вышло из-под контроля, нам необходимо напоминать себе, что позади всего происходящего есть Бог. И у Него все под контролем. У Него все под контролем. Наверное, полмесяца назад мы с молодежью были в Ланкастере, в театре. Там было представление, история царица Исфирь. Вообще история Исфири это прекрасный пример проявления Божьей суверенной власти и Его любви и заботы о своем народе. Если вы внимательно прочитаете, поразмыслите, посмотрите, вы увидите, насколько, когда кажется, что все вышло из-под контроля, на самом деле Бог держит все в своем контроле. Когда кажется, люди взяли власть, Бог обращает все планы злых людей для достижения своей цели. И вот в конце всего этого представления, когда Бог свершил свой замысел, злые люди наказаны, истина восторжествовала, все герои, которые были на сцене, они пели очень прекрасную песню, в которой были важные слова. Я хотел бы их зачитать, они на английском языке. Ты не один, дорогой друг. Ты никогда не один. Если ты с Богом, ты никогда не в проигрыше, что бы ни происходило. Если ты без Бога, ты потерян. Дорогие друзья, давайте верить Богу и Его Слову и в светлые дни, и в мрачные часы. Давайте верить нашему Богу и Его Слову, потому что наш Бог, Бог сувереноправящий. Наш Бог, это Бог нежнолюбящий. Наш Бог, это Бог, которому не все равно. Аминь. Давайте помолимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.